Всем доброго утра. Отвезла уже Вову и стирала, достала сейчас из машинки Миленин рюкзак школьный. У нас, в общем, случилось такое ЧП. Милена вчера его положила около кошачьего горшка, недалеко от кошачьего горшка. И сегодня утром я просыпаюсь и чувствую, прям пахнет. Ну, наверное, все из нас знают, да, у кого есть животное. Как пахнет кошачья моча. Я сегодня утром просыпаюсь и чувствую прям запах. Стою, иду, ищу, но нигде нету. Особенно наша засанка, которая все время может это сделать, если горшок полный, это наша Елизавета. Но она на улице сегодня ночевала, вся утром зашла промокша, у нас всю ночь лил дождь. Не знаю, кто это напакостил. Ну, короче, написали около горшка, затекло все под Миленин рюкзак. Там еще стояли, вот они, вещи с физкультуры, рюкзак, футболка, шорты. Тоже все, естественно, здесь все попало. Короче, все описанное, обоссанное, я бы даже сказала. Вот такая вот какая-то пакость. Не знаю, кого из них ругать. Были дома две кошки. Кто из них напакостил, понятия не имею. Вот, и, естественно, сегодня Милена... Я уже написала учительнице, что сегодня Милена в школу не придет, потому что второго саквояжа у нас нет. Второй формы для физкультуры у нас тоже нет. Они ходят, тем более сейчас, вот, в таких вот футболках, ну, вот, с логотипом школы. Вот, в другой форме их не пускают. Ну, сегодня ничего страшного прогуляют. Я сегодня поеду в опеку, в северскую, ее с собой возьму, со мной покатается. Так что, вот, все стираю. Вот такие вот у нас неприятности утренние. Сделала кукурудную кашку. Что-то она у меня сегодня какая-то жидковатая получилась. Думала не переборщить, а что-то, видимо, не доложила. Ну, может, сейчас еще маленечко схватится, пока Милена там умывается, чистит зубки. Садимся завтракать. Так, себе маленечко. Что-то я сегодня какая-то неголодная с утра. в Милене побольше. На улице у нас дождина. Все мокрое, все сырое. Сегодня у нас днем должно быть до нуля градусов. Ночью, главное, было плюс два, а днем передают ноль. Ладно, всем, кто с нами завтракает, приятного аппетита. Девчонки, у нас снег. Долгожданный. Как же мы его не ждали. Я поехала в Сбербанк. Мне сегодня нужно в опеку. Милена хотела со мной. Мы думали, что мы в Сбербанк. А потом сразу в Северскую, в опеку. А сейчас позвонила в опеку. Она говорит, у меня такая очередь в коридоре сидит, что если вы сейчас приедете, вы будете точно сидеть до обеда, еще потом после. В общем, она говорит, если у вас есть возможность, то перенесите свой визит где-то после двух. Я говорю, ну и ладненько. Мы сегодня все равно собираемся в тренажерный зал. Я как раз сейчас буквально написала Элле, что давай до обеда сходим. Не знаю, пока еще ничего не ответила. И, значит, потом надо ехать в опеку. А что мне нужно в Сбербанке? В Сбербанке мне нужно взять выписку о номинальном счете. Ну, это вот зрительницы, у которых есть такие детки, они знают. Или только будете готовиться к этому, когда ваш ребенок достигнет 18-летия, когда вы станете опекуном для своего ребенка. И вы будете ходить в Сбербанк и брать выписку о номинальном счете за год. Вот не знаю, зачем это нужно. В МИАСе мы когда жили, с меня такую выписку не брали, но с меня просили чеки за этот год. Я должна была предоставить чеки, куда я тратила пенсию. Вот здесь чеки сказали. Ну, там все чеки собирали. Из пятерочек, вот крупные закупки, где делаешь на 3-4 тысячи за всяких супермаркетов, гипермаркетов, вещевых магазинов, строительных, короче, без разницы. Вот здесь сказали, в принципе, чеки тоже нужно, но мелкие такие, с пятерочки, там ничего такого не надо. Если что-то такое глобальное покупали, вот я положила этот кухонный гарнитур, положила, стройматериалы мы покупали, цементировали площадку. Она говорит, мне это нужно просто как бы для формальности, чтобы заполнить документ, что там были потрачены деньги, там туда-сюда расписать. Короче, вот, и еще нужно за 3 месяца о том, что по квартплате у меня нету долгов за дом, за наш. И в МЯСе тоже такого не просили. Просили только чеки и больше ничего. Не о номинальном счете, не просили выписку из Сбербанка, не просили о квартплате, только чеки. Я принесла, ну, расписали мы их и все. Здесь маленечко по-другому. Вот я сейчас поехала в Сбербанк, возьму выписку. Потом я говорю, а как же мне вам предоставить чеки, если я плачу онлайн в Сбербанк, полностью оплачиваю за свет, за газ, за воду, через телефон. Она говорит, ой, мне же как-то, говорит, приносят, как-то распечатывать. Я говорю, у меня нет дома принтера, как бы ноутбук есть, принтера нет. Она говорит, ну, спросите, может быть, вам Сбербанки сделают, раз вы через Сбербанк платите. Короче, сейчас надо будет еще спросить. А у меня вообще паспорт с собой? Паспорт с собой. Ну, все, поехало, время пол-одиннадцатого. Поехала, сейчас сделаю дела. Потом, если успеем там в час, до часу сходить в спортзал, а потом уже поеду в опеку. Я уже дома. Взяла выписку с номинального счета, но выписку по оплате за дом мне не сделали, потому что надо выписывать за каждый месяц, искать в историях Сбербанк онлайн, и, представляете, это мне надо на три месяца назад, короче, вот это все искать, выписывать там какие-то СУИ. В общем, там в чеке, когда оплачиваешь, есть такие буковки написано СУИ, и, короче, много-много цифр. Вот, надо его выписывать, ну, или там скрин сделать на телефон, приходить уже в Сбербанк, и они там уже тогда это все мне сделают. Короче, это два раза мне сегодня придется идти. Сейчас нужно быстренько что-нибудь такого легенького поесть. есть, перекусить. Перекусить, потому что нам через полтора часа в тренажерный зал, и потом нельзя будет кушать. И нужно покушать маленько так. Сейчас чуть-чуть, у меня тут утки чуть-чуть осталось. И сейчас сделаю салат с пекинской капустой и с редькой. Представляете? Я сто лет не ела редьку, и сегодня увидела в продаже зеленую редьку. И, конечно же, я купила, потому что я обожаю редьку. Чесноком! Можно без чеснока! И с майонезиком. Это очень вкусно. Сейчас сделаю. Сейчас почищу редьку. Я вот не помню, черная, по-моему, острая, горькая, то есть, не зеленая, если я не ошибаюсь. По-моему, зеленая, она такая, спокойная. Милена вообще говорит, мама, это что такое редька? Милена, по-моему, за свои 8 лет жизни редьку не ела, да, доча? Я тоже давно не ела. И тут прям очень-очень захотелось. Сейчас мы ее будем тереть на терочке. Тарелочку. Сюда пекинскую капусточку. Майонезик. И будет такое объедение. На, попробуй, доча. Не понравилось? Нет? Она вкусно, да, что будет с майонезом. С редькой даже делают пельмени. Представляешь? Получается очень-очень вкусно. Так, сразу же сюда чесночок с другой стороны терем на меленькой терочке. На меленькой. На меленькой-меленькой. Буквально три зубчика. Чтобы... Ну, ничего, потом жвачку зажжуем. Чтобы не дышать потом. В тренажерном зале на всех чесноком. Зажжем жвачку. Освежим дыхание. Так. Сколько редки. Не редко, а редко. Редко. Так, Милена, доставай тарелку. Сейчас мы это все будем. Глубокую. Где овощи нарисованы. Сейчас мы ее перемешаем. Потом еще салатико туда покрошим. И будет у нас вкусно-теево. Витаминные. Так. Теперь добавляем пекинский салат. А можно я тоже буду? Верхние листочки я сразу убираю. Нарежь. На. Вот это, Милена, то не надо. Это я убрала. Нарежь. Держи. И вот такими, вот так вот, тонкими колечками. Держи. Да, поняла. Давай. 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 рецепт сюда, потом все вытряхивай. Так, эту рецепт убираем. Давай, давай, режь, чтобы быстрее. Это мы так с тобой не поедим. Не успеем поесть. А я вообще еще одну не ела. А кашу кукурузную кто ел? Здравствуйте. Как это ты ничего не ела? Вот, молодец. И еще давай. Так, чуть-чуть солим. Буквально. Буквально немного. Высыпай. Да, вот. Теперь доставай майонез. Только я залью майонез. Давай, доставай. Давай, много майонеза нам не надо, Мелина. Давай. Из кашки. Угу. Так, дры-дры-дры-дры-дры. Давай. Ну, еще что-то какую-то козявочку. Давай еще. Что-то какой-то густой майонез. На, держи пока. Нет, наверное, мало что. Он у нас даже не перемешивается. давай еще. Давай еще. Давай еще. Не все должно быть полезно в этом салате. Неполезно это у нас будет майонез. Все, Мелин, хватит. Теперь точно хватит. Что и полезно. Ну, майонез это не полезная такая штука, которую очень много людей любят, в том числе девушки, которые следят за своей. Тетя Эля. Тетя Эля вообще обожает майонез, хотя она тоже следит за фигурой, но вот не может себе отказать в этом. Я тоже люблю майонез. В некоторых салатах невозможно заменить, хоть некоторые пишут, говорят, можно же заменить на сметану, но вот оливье со сметаной это вообще не оливье, под шубой селедка это вообще не под шубой селедка, если там не майонез. Понимаю, там летний салат, это да, а так некоторые салаты их никак без майонеза. ну все. Мы садимся кушать, у нас тут остатки роскоши, уточка наша недоеденная с вчерашнего дня и салатик с пекинской капустой, чип, знакомый майонезом и зеленой редькой. Приятно вам! аппетита! Взяла, заехала выписки в Сбербанк, там меня Еля с Миленкой в машине ждут. Что вы тут не замерзли, такие деловые сидят? Не холодно вам? Нет? Нормально? Ну все, поехали тогда. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok И Жанна такая Уши подняла У нее нет шеи Какие уши подняла Ребята, хотите я вам покажу Что у нас на улице Мы только приехали, вернулись с опеки Я там целый час сидела Вот такая у нас красотень Ой, собаки бегают Ну Жанке-то знакома зима Жанна, ты знаешь, что такое зима? Один это Ой, что такое? Что такое? Что-то окно треснуло Играется Ой, Одинка, ты смотри, снег нюхает Ей-то вообще непривычно Жанненька, вспомни молодость Побегай, попрыгай по снежку Ой, как классно И снег идет, идет и не перестает идти Здорово Мы купили пельмешек Потому что мы приехали домой Время уже доходит 5 часов вечера Мы только вернулись Мы сразу после тренажерного зала Поехали в опеку Потом там еще Эле надо было Кое-какие свои дела сделать в Северской Но она-то быстро, а я-то вот час просидела Даже еще не переодеты Еще в этих лосинах В футболке Только зашли Взяли пельмешки с индейки Сейчас быстренько отварим Перекусим А там уже будем ужин готовить Да-да-да-да Потому что Милена тоже голодная Говорит, мама, когда домой Поедем? Мы почти час Не почти час А можно сказать час Я там так Всегда в опеку только придешь Хотя я пришла Очереди не было никакой Буквально через 5 минут уже зашла И очень долго Я не знаю, где они хранят все эти документы Если вот так каждая мамочка приходит И подписывает столько бумаг Я не знаю, какой там у них архив Потому что это у меня рука устала Ну, слава богу, все сдала Все отчиталась За коммуналку За пенсию За все-все-все Теперь еще год Можно жить спокойно Дельнушка Сейчас пробуем пельмешки Пельмешки из индейки У нас у них пельмени из индейки Сейчас приготовила Вове на ужин Тоже буду готовить индейку Потому что пельмени мы сейчас с Миленой Все с лукой А ты папе тоже оставила пельмень? Как получится? Ну вообще нет Сейчас мы приготовим индейку И макарошки сварим Да? А пельмени сами съедим Пельмени сами съедим Нам они сами нужны Сейчас я поставлю сразу готовить индейку Те чулизик Те чулизик Те чулизик Вот так Вот так Нет, вот так Я пельмени никогда не сяду кушать без уксуса. Мама никогда так не решится. Пельмени, хинкали. Я все кушаю только с уксусом. Без уксуса. И с кичунезом. Без уксуса вообще невкусно. Волосики, прибери за ушки. С кичунезом особенно я. Да, Милена любитель кичунеза у нас. Я когда голодная, мне все кажется вкусным. Я сейчас даже адекватно не могу размышлять о том, что вкусно это пельмени или нет. Пельмени с индейкой. Мы, по-моему, их уже брали. Нет. Не брали. Мне кажется, это обычные пельмени, как и все. Так и с индейкой. Они не как и все пельмени. С индейкой, не с индейкой. Вообще разницы нет, да? Так-то вкусно. Вкусно. Мы сегодня с тобой все в сольки не ели. Где-то с полдвенадцатого где-то мы уже не ели. Сейчас мы поехали в тренажерку. Ну, если бы тебя тут не было, я бы всю тарелку съела уже. Потому что я ужасно есть хочу. С полдвенадцатого мы где-то не ели. Время шестой час. Сейчас до шести едим. Ну все, потом, если только захочу, проголодаюсь. Речку сделаю себе с капустой. Ну, а, это же перестояло уже. Что? Ну, хорошо, который тебе подарила тетя Еле. Ну, он уже просрочился. Странно почему-то его не пила. Я очень много его выпила. У нас еще простокваша есть на вечер. Если что. Приятного аппетита, если кто-то с нами кушает. Покажу. Сейчас, погоду. Покажу. У мамы теперь все есть, чтобы она не ела пельмени. Что-то вредное. Потому что она сейчас на диете. Ну, я не на диете не ела. У мамы теперь есть кефир, простоквашина. У мамы теперь есть ледька. Капуста у нее есть. Что хоти, то и не ели. Ну, я не на диете. Если бы я была на диете, я бы пельмени не кушала. Я не на диете, просто шести не ем. Хлеб не ем. Ну, черный. Сладкая отказалась вообще. Ни конфеточки, ни шоколадочки. Ничего не ем. Теперь с мамой делиться не нужно с шоколадкой. Да. Теперь, если что-то раньше жарила, то теперь больше тушу, чтобы не жареное было. Ну, вот так вот наша семья переменилась. Еще не хочу дождаться с работы Вова. Встречусь ей еще. И думаю, получится, не получится у нас ускупать Дину. Купила опять вот такие вот капли. Короче, для крупных собак я в тот раз их использовала. Ну, почитала по дозировке. И использовала их, значит, ну, для Жаны, естественно, как по назначению, как для крупной собаки. Вот. А для Викуськи и для Дины делала пополам. Вот. Им поделила пополам. Жанне целую и на кошек на троих поделила. Вот так вот. И все у меня вот эти три ушли. Ну, у них такой прямо запах специфический. Я думала, что все блохи там помрут, как только я накапала. Но нет. Они начали еще сильнее беспокоить животное, потому что, видимо, ну, начало вот их как-то там, я не знаю, убивать, уничтожать. Они начали вообще бегать, видимо, по собакам, по кошкам. И они начали еще больше чухаться. Вот. Теперь я думаю, что я так поступать не буду, а просто нужно сначала собаку вымыть. Ой, у Жанки. У Динки, у нее шерсти же практически нету, как маленькая, короткая. И ее, если намочишь, вот даже летом, помню, она намокала, и у нее сразу видно было блох. Их можно просто вычесать. У меня есть такая мелкая расческа. Я их в ванну, наверное, всех повычесываю, смою, и потом только уже прокапываю. Потому что сегодня ночью у нас была... Вообще, если я сегодня так же буду спать, я не знаю, какая я встану завтра. Хотя сегодня я бодрячком посетила спортзал, кучу дел переделала, и, в общем, я сегодня молодец. Вот. Ну, конечно, спать хочется ночью, когда такое происходит. Не знаю, что делать. Я ее на улицу выгнала. Она у нас умеет открывать двери. Но это ладно, я закрылась на замок. Но вот эта ручка дрын-дрын, дрын-дрын, дрын-дрын туда-сюда. Все равно потом пришлось ее запустить. И потом я уже услышала, что ночью начался дождик. И, в общем, я запустила ее. Собака уже привыкла все-таки находиться дома. И я все понимаю, что люди пишут, что вы, зрители мои, мне пишите, зачем нужны собаки дома, почему они у вас не на улице. Я как бы, ну, тоже по этому поводу уже сколько раз говорила, почему у нас Жанна сейчас привыкла жить дома, как это все случилось при переезде. Вот. Одину мы, в принципе, можно сказать, сами приучили к дому. Вот. Мы полюбили ее. От нее нет ни грязи, ни шерсти. Шерсть у нее, как бы, практически ее нигде не видно. Видно только вот от Бони и от Жанки. Жанну мы сейчас вычислили. Вообще тоже, как бы, шерсти нет. Вот. Как и в квартирах, у людей живут собаки. Также она заходит с улицы. У нас есть специальное полотенце. Мы вытираем им ноги. Вот. В принципе, ничего особенного. Люди в квартирах держат также животных. Гуляют. Грязь, снег, дождь, никуда не денешься. И собака дома. И у нас еще у Дины будка есть. У Жанны нету будки. Если ее в такие условия выгонять на улицу, то она все время, как истукан, встанет под дверями. И даже у ней не хватает мозгов. Или специально. Она даже не заходит под навес. Она все это время будет около дверей и ждать, пока ее запустят. Ну, потому что привыкла. Да. Это так. Собаки у нас живут дома. Вот. Когда погода хорошая, они целый день находятся на улице. Ну, ночуют. И как бы, они дома. КОНЕЦ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok